Всем привет, добро пожаловать на ролик, и это гайд на быструю игру в Hand Showdown, поэтому старайтесь поудобнее, мы начинаем. В этом видео я собрал самые ключевые моменты, обратил внимание на детали, чтобы быстрее вы научились играть в быструю игру, чаще ее выигрывали и вообще понимали, что это такое и зачем она нужна. Во-первых, она, естественно, быстрая игра, это настоящая королевская битва, из 12 человек должен остаться только один, тикает время, сплошные перестрелки, в общем, экшона хватает. Ну и после того, как вы спасаете своего охотника там, вы дальше можете использовать его для поиска награды и знаний боссов, поэтому потрясающая вещь, чтобы быстро научиться играть, быстро стрелять и тому подобное. Ну, погнали. Итак, пункт номер один. Рашьте разломы и не останавливайтесь. Это значит, лутайте только те коробки, которые находятся рядом с разломом, то есть не надо бегать туда-сюда и искать, что где лежит. И если на разломе вдруг оказался враг, ну, разлом он орет красным, горит красным и орет, то тут у вас три варианта развития событий. Вариант А. Вы видите врага и начинается перестрелка. Цель как можно быстрее закончить эту перестрелку и желательно в свою пользу. Если же вы стрелялись, оба ушли на отхил и вы понимаете, что это далеко не конец, выходите из перестрелки и бегите к следующему разлому, игнорируя врага. Вариант В. Вы не видите врага, но по звуку понимаете, где он находится. По звуку надо определить, он мышит, дальше сидит, вот будет мышить бесконечно и ждать, пока вы подойдете, или же он хочет активно стреляться. Если он сидит и мышит, то не теряйте время и бегите опять-таки к следующей подсказке. Если же он хочет перестрелки, то возвращайтесь к пункту А, который был сказан выше. Вариант В. Вы не видите врага и без понятия, где он. Тогда не надо его искать. Берете, закрываете разлом и бежите к следующему. Пункт номер 2. Вооружение. Следуя из первого пункта, вы должны брать только то, что рядом с разломом. Значит и вооружение у вас каждый раз будет разное. И это очень даже неплохо. Во-первых, на ранних левелах помогает достать пушки с других высших рангов наследия. Во-вторых, вы качаете этим самым эти же пушки. В-третьих, вы учитесь играть на всех пушках и быстрее найдете ту самую, с которой у вас летит лучше всего. В-четвертых, вы изучаете разные стили игры, а значит быстрее учитесь. Третий пункт. Я думал разделить гайд на 4 пункта, но так получается, что четвертый вытекает из третьего. И этот пункт, третий, посвящен тому, как все-таки отыгрывать. Сидеть в здании, бегать по локации, может быть. Или бегать по всему вот этому очерченному кругу. В общем, непонятно. На самом деле, все зависит от того, какого у вас вооружения, и чуть-чуть еще от того, какие у вас расходники и прочее. Сейчас на видео у меня был план бегать по большому очерченному кругу. Все потому, что у меня снайпа, и лучше ею перестрелиться на открытых пространствах. Но планы поменялись. Так как, куда я планировал уйти, вот оттуда пришел враг, меня зажали, и дальше убегать было вообще не вариант. Поэтому я бы стал очень легким мишенью. Слава богу, у меня были всякие бомбочки с бездымным порохом и прочие расходники. Бомбочки с бездымным порохом помогали немного отличить других охотников. Они слышали выстрелы рядом и думали, что враг там, и отвлекались, и не решались вот прямо яро меня пушить. Что следует из моих слов? Правильно. Используйте все, что у вас есть. Не экономьте. Придумайте и найдите применение всему, что у вас есть. В том сете, который у меня, очень важно бегать и ромить. То есть снайпа, вот эти бомбочки и так далее, там нельзя сидеть в здании, нельзя сидеть даже в локации. Надо бегать по кругу, по большому вот этому, и ромить в открытых пространствах. То есть в том сете, который у меня сейчас, в прямом смысле слова, движение, это жизнь. Но всегда ли надо так отыгрывать? Дальше видео покажу вам самые разные способы затащить в быстрой игре. Никто не отменял дробовики, ловушки, гранаты с ядом и прочие вещи. Вариант сидеть в доме с дробью и расставить ловушки, если они у вас есть, очень даже действенный вариант. Давайте так, я сейчас скажу вам самое главное из вышесказанного, а вы после этого можете на расслабоне смотреть это видео дальше. Ведь там показываются самые разные способы о так же быстрой игре. Поэтому можно расслабиться, налить чай, положить в себя, поесть и смотреть видос дальше. Самое главное в быстрой игре, не теряйте время и постарайтесь очень быстро забрать все четыре разлома. Бежим на шифте, отдыхаем, чтобы перевести дыхание, снова шифтим и так до всех четырех разломов, не отвлекаясь ни на что. Если вы найдете среди расходников шприц стамины, это самое лучшее, что можно найти в быстрой игре, поверьте мне. Шприц стамины, сразу вкалываем себе и бежим дальше. В общем, не задерживайтесь и не отвлекайтесь на посторонние вещи. Если вы будете отыгрывать именно так, то вы довольно быстро получите свой уровень игры в хант шоу даун. Поверьте, пробуйте больше, не мышьте, рашьте, ищите перестрелки. Как было сказано у одного англоязычного ютубера по ханту в его ролике про то, как научиться стрелять в этой игре, он сказал очень простую и в то же время гениальную мысль. Ты промахнулся каждой пулей, которую ты не выстрелил. На видео вы увидите, что я очень часто мажу со снайпы и так далее. В других моих видео видно, как я очень хорошо даю со снайпы, но на самом деле эти два варианта, они оба вместе стакаются. То есть есть моменты, когда я прям стреляю, 10 патронов ушли куда-то в молоко, а следующие пять попали. В общем, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Не бойтесь искать битвы. В конце концов, зачем еще идти? Чтобы развлекаться. Поэтому приятного просмотра, удачной вам охоты и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понимаю, где он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его не вижу, ребят. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зря ты так, конечно, братуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пора джекбоксить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Где он? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два раза дал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пушка, 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 пушка. Хоть какая-то пушка нужна мне. Блядь, пушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА